Еще один случай бешенства подтвердился в Бурятии. Больную лисицу обнаружили неподалеку от поселка Талецкое в Заиграевском районе. Опасность уже может быть на подступах к Улан-Удэ. Близ города тоже замечено дикое животное. Где именно и что намерены предпринять, узнала Светлана Семиренко. Мертвую лисицу обнаружили прохожие на границе города и Волгинского района. Сразу сообщили ветеринарам, специалисты в тот же день выехали на место, забрали животное на обследование, а место находки дезинфицировали. В лаборатории подтвердили, лесной зверь зараженный. Это уже четвертый случай в этом году. Один из последних произошел в четырех километрах от Нижних Тальцов. Власти объявили за Играевский, Волгинский, Трабогатайский районы и город Улан-Удэ угрожаемой зоной по бешенству. Решается вопрос об введении карантина. По условиям карантина в неблагополучных пунктах у нас запрещается торговля домашними животными, вывоз за пределы неблагополучного пункта домашних собак и кошек, а также отлов диких плотоядных животных для расселения либо в зоопарки, либо в другие районы. В Бурятии за последние два года было зафиксировано более ста очагов бешенства. В половине из них причиной стали лисы. Раньше их активно отстреливали. За каждого зверя охотникам полагалось 5000 рублей. Но в прошлом году платить перестали. Численность у нас сократилась значительно, то есть на 40%. Численность составляла 3300 особей, а в 2019 году – 2100 особей. А сейчас написали письмо главе о выделении средств, чтобы выплата производилась охотникам-лисятникам, чтобы они были заинтересованы в добыче лисиц. Сумма – 1 миллион рублей. Ее хватит на 200 особей. Плюс к этому продолжится и вакцинация. В прошлом году ее провели в 13 районах Бурятии и пригороде Улан-Удэ. Диким животным оставляли приманку с лекарством. Охватили более 7500 километров. Однако разносчиками вируса могут стать не только лисы, но и собаки. В городе их более 50 тысяч. Сколько из них привито – никому неизвестно.